ну и помчались вот я тоже не знаю проезжал здесь с вами не проезжал может никогда не проезжал вот если на троллейбусе ехать спускаться хорошо подниматься плохо что здесь такое и обычно я когда в том году ходил в комсомольского пруда я старался именно вот здесь пройти а здесь авария друзья в общем что не нарушайте правила дорожного движения что еще могу сказать так как нам его объехать это камаз еле-еле едет поэтому говорят тише едешь дальше будешь вот поспешили результат вот такой хорошо ну ударил ваш фонарь задний вылетел так сюда из кондиционером ехал поэтому кондиционер работает могут стекла заподевать это выключать не буду но общий ток температурка падают смотрю уже 22 градуса это у нас улица победы притормаживаем едем дальше вот эти обычно проходил это вот слева дорога идет туда спуск но в лице вавилово прямо фрунзы ясиновская вавилово 12 школа и вот здесь я потом поднимался по ставропольской это вот поправа поворачивать вот прямо ясиновская пошла здесь проходишь там метров 10-15 по ставропольской поднимайся там немножко подъемчик и попадаешь туда уже к нашему буденовцу на крепостной гору короче попадаешь это у нас фрунзы улица вот по фрунзе вот так едем выезжаем на улицу воленела потом так здесь поворачивать лишь туда здесь машина поворачивать 22 градусов нормально температурка падает в общем что было на комсомольском пруду до до всех пор разогнал я когда приехал там места не было здесь было место около пионерского пруда а там вообще не было на площадке где дамба площадь фрунзы здесь администрация октябрьского района потому что это октябрьский район так ну а здесь здесь у нас как всегда вообще нет здесь просто от машины по поставили ну что здесь знак стоит остановка запрещена так но это голенева это у нас голенева в общем это что у нас район нижнего рынка вот влево улица горького пошла там у нас полиция октябрьского района по ней вы не проедете дальше ты какой он резкий действительно что я стою здесь я все равно поеду наверно по голенево скорее всего так это шаумяна спускаемся здесь нижний рынок теперь его суда надо повернуть очень здесь нижний рынок под нижним рынком парковка вообще один чудак был я в бане был но слышу так разговор у нас игра там обещали мужик что сказал что играет поставил на подземную парковку машину она работает до скольки шут сказал работает до двух часов что ли ночи в общем он побоялся что град побьет машину а сам говорит сел я на автобус на 15 и туда в баню на ленина приехал ну ленина октябрьская попались папа неся потом уже я все желтый загорелся потом говорит заберу машину с этой подземной парковки в общем вот здесь на нижнем рынке у нас подземная парковка потом у нас подземная парковка на городском на это на тахачевском рынке так 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 это у нас уже проспект карла маркса нижняя аптека торговый центр аврора ну и вниз спускаемся филармония пассаж и там уже у нас будет улица казачья если немного пройти он по крыло марса вот туда вниз влево нам еще зеленый не горит здесь же светофоры переделали нам еще здесь стоять 12 секунд один из десять и здесь можно ходить по диагонали значит и завтра у нас праздник день россии а сегодня вот так хорошо на свежо у нас так ну здесь как всегда здесь как всегда у нас быстро не проедешь так ну все я кондиционер выключаю а сюда ехал очень жарко было было очень жарко канцелярские товары ну фото музыка магазин был я вам говорил а здесь белгородский университет кооперации экономики и права короче филиал так это у нас улица ржаникидзе здесь одностороннее движение все поехали дальше вот такая растительность у нас здесь деревья вот так обрезают и потом у них вот такой вид красивый сегодня кстати парковки много обычно здесь не припаркуешься это дзержинского в общем аржаникидзе от войтика едем одностороннее движение вверх а под дзержинского наоборот вниз едем тоже одностороннее движение здесь что-то разрыли а ну здесь же дорогу здесь же видите дорогу делают так и патово это налево здесь первая баня крестово-воздвиженская церковь так остановка хлебокомбинат потому что раньше хлебокомбинат был но он был чуть дальше вот где вот это здание стоит на спартака поймешь как ехать здесь ну здесь был хлебокомбинат лотос сломался долго-долго он ездил но это лотос не край транса ну пусть выезжает так это у нас уже комсомольская ну давайте вот так поедем по комсомольску и вверх мимо дворца гагарина слева остался у нас сквер декабристов смотрите сколько зелени у нас здесь строительную технику ну вот так название осталось Савропольский строительный технику сколько китайских машин у нас в городе появилось сколько машин они же тоже не дешевые но я думаю по качеству они все таки не очень хорошие ну давайте вот здесь поворачиваем а то что дальше там повернуть негде вот если прямо проехать там Кастахи-Тагурова вправо улица уходит но она односторонняя да давай уже езжай ну если вверх поднимаемся прямо упираемся проспект октябрьской революции пацан подбежал вам не видно было где стоит он типа таксиста что-то знаете прилепливает на крышу что-нибудь что вроде бы такси а пацаны наверное здесь стекла моют или что-то протирают и там футляр короче был ну такой тряпочки прорезиновой водители знают они когда машину помоют и протирают она сухая и никаких потеков не остается ну подбежал хотел снять ну подрабатывает подрабатывает сейчас каникулы почему надо не подработать так ну до ленина доехали куда он на красный поехал дядя ну если такую машину купил а я думаю за два лимона это и больше стоит можно и на красный ездить так ну в общем завтра праздник завтра и выходной так а здесь что случилось не знаю что он подбежал ну что спрашиваю к мира подъезжаем сейчас на мира поворачиваю и поехали крон автокрон в общем у меня друг детства советский союз тогда был и он короче призвался в армию чуть позже он короче в декабре родился потом там что-то женился и он уже призвался в армию в декабре а я уже в конце июня приехал домой и в общем он на автокране работал на права отучился там переучили и они короче там потом семьей жили в таллине это таллин был потому что он женился еще до армии потом жену туда забрал и прожил он там 15 лет работал что такое везде стою ну при воинской части там общежитие ему дали да и все вот колонка тоже с питьевой водой кстати в городе старой поле много некоторые работают некоторые не работают но здесь будут работать потому что здесь все равно как бы считается частный сектор потому что дома вот такие водопровода нет может водопровод есть я не знаю в общем прожил он там 15 лет потом он все вот это заваруха началась он кстати посылали его в спита когда там тоже землетрясение было там все восстанавливали и в общем прожил он там 15 лет потом со всеми этими событиями приехал домой он сюда уже не поняли в общем не квартиру ничего он дома языка даже не знал говорит певец как я говорит маты выучил мне там нравится там варваре ты полуголые женщины танцуют ну на этом чуть помешанный был таки чуть-чуть протру здесь вот и прожил он там 15 лет к матери приехала когда матушка жила на Иннекс кстати вот смотрите такой микроавтобус классный смотрите три моста евротранс вчера я его видел сегодня вижу интересно куда же он возит а вот в это времени и вчера кстати он сейчас зайдет этот автобус на центральный автовокзал его даже прописывать не хотели здесь его не хотели здесь прописывать ну матушка вот теть Маша такая настырная была говорит все равно сына говорит к матери пропишут а потом говорит жену и детей к мужу все равно пропишут куда они денутся ну и в общем она его прописала и потом он сюда семью перевез так что везде хорошо жить это и к чему а дома то лучше так все поднимаемся а сегодня ж предпраздничный день не просто не просто будет проехать тем более что то вот здесь машина стоит включенная аварийкой все по миру поднимаемся я вам всегда говорю что вот такой день лучше снимать по той причине что нет никаких бликов от панели на лобовом стекле и вот снимает если бы день солнечный был какой он был у нас утра естественно здесь ничего по мне снял ничего не показал и вот так по миру поднимаемся 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 ну что дальше ну езжай уже а что машина новая жалко так ну и температура так же 22 значит по первому ролику я сегодня второй снимаю когда ехал на комсомольский пруд и сейчас обратно я еду температура воды сегодня я не говорил 23 градусов теплая вода хорошая я под дождь попал и обожаю когда дождь купаться просто обожаю октябрьская революции следующий на жукова такое просветление уже идет такое просветление вот центральный автокзал в ту полосу вот поворачивать перестраиваться вернее не следует там вообще зависишь на перекрестке потому что все поворачивают на жукова так можно и срезать кстати путь немного сейчас там движение разрешено раньше там знак стоял вообще вот стоит знак вот смотрите движение запрещено вот и направление смотрите цветочки какая красота вот просто красота так ну а здесь вот знака нет вот по жукова туда в сторону лермдова знака нет я протру более менее так вот съемка получилась у нас не так посвежило хорошо прям отлично я вообще сюда ехал футболка мокрая была я включил на первую скорость кондиционер ну делал съемочку там небольшую потом просто не вытерпел уже на вторую скорость вообще футболка мокрая была вот так здесь авария вчера была маршрутка влетела в машину в легковую и с левой стороны там вообще часть бампера отвалилась у него ну в джип она взлетела ну а эта причина там одна человек поворачивал вот с мира туда на Жуково при повороте там пропускал пешеходов притормозил этот вылупившие глаза летел на него ну а в пятачки зарабатывать и в общем глаза у нас вчера варить вот смотрите флаг у нас появился а это что за вариант ничего себе авария опять авария ничего себе да нет не авария это так у нас маршрутники ездят вот он едет не по той полосе не по этой полосе так аграрный университет подземный пешеходный переход это за технический отлично отлично сегодня у нас не жарко во всяком случае сейчас у меня вообще-то запаковано здесь все еду без кондиционера так вот еще смотрите цветочки поливают их ах какая красота умеет у нас в городе делать красоту вот просто умеет это кадетская президентская здесь как пп кстати сарапольская п п у президентская кадетское училище это улица льва толстого а здесь у нас оружие русская охота с левой стороны ну что здесь поедем давайте сюда я перестроюсь и вверх по миру проедем здесь неоднократно уже я проезжал вот тоже видите цветы но обратите внимание они будут с одной стороны именно с солнечной стороны так шестая школа впереди красофлотская и потом улица до ваттерс так что сегодня у нас прям погодка отличная я когда съемку делал если на меня получится вероятно уже ее посмотрели я вам говорил что парит к дождю вот парить просто к дождю ну так и случилось а я вообще по дождю люблю плавать вообще обалденная сегодня погода была вот если бы мне не на работу сегодня я бы счетом остался тем более и парковочные места были около пионерского пруда людей не так много было немного людей было завтра праздник завтра полно там людей будет и что я обратил внимание вот эта течка была что поливали траву там автополив там был тропа сухая отлично мы всегда приходили на комсомольский пруд и всегда располагались на траве кстати на этом пруду когда высоцкий к нам приезжал Владимир Семенович это был 1900 или 78 или 1979 год ну скорее всего наверное 78 то что в 79 я 8 мая уже призвался в армию и он там на травке сидел отдыхал так что всегда всегда мы на траве и располагались они сделали этот автополив и трава мокрая я вообще когда первый раз пришел это когда в прошлом или позапрошлом году было ну обычно как полотенец расстелил сел да что такое переоделся плавки мокрые вообще полотенце все пропиталось ну там короче трава как рулонная рулонами постелили ее и видимо автополей в этот сделали чтобы она прижилась но вот сегодня сегодня вообще обалденно трава сухая все там на травке расположились людей мало было мало людей было и вода теплая хорошая теплая вода была в общем с удовольствием поплавал правда я 3 заплыва там сделал понырял но где еще понырять так это у нас улица Доваторцева здесь мы обязаны пропустить транспорт так успел проскочить что то я посмотрел вот на этот банк это совком банк сейчас видите хорошо сделали напротив машины стали и отсюда можно повернуть вообще этот перекресток не очень мне нравится не хорошо так посвежело прям отлично видите практически ветра нет деревья спокойствие поэтому жаркое было а у нас как сетует когда ветер все начинают жаловаться ой ветер надоел этот ветер на сколько можно потом жара начинается когда ветра нет пекла ой как жарко как нам жарко хоть бы ветерок дунул так что вот такие дела друзья это менталитет царапальчан вот тетка здесь на меня едет я думал в общем меня заедет ну со стандартизацией выезжает она короче так ого сколько нам ждать ну ладно на этом все друзья в общем всех вас с праздником хорошо завтра праздник проведите ну а я сегодня это все загружаю подредактирую почему редактировать надо ну например вот сейчас этой камеры я снимаю поставил на 2 минуты вообще напишет файл 13 минут 47 секунд но когда следующий файл начинается несколько секунд теряется ну и получается не очень я вот сейчас поставил на сколько там на 3 было на 2 минуты кажется по 2 минуты пишет естественно это все надо соединить потом надо что при редактировании значит надо же ты же можешь оговориться там что-то не так сказать ну там где-то что-то вырезал где-то там что-то не так сказал ошибся извините бриллиантовая рука до сих пор там ляпы находит этот фильм снимался я не знаю в 60-х годах кажется ляпы до сих пор там находит а вы думаете что вот так вот снял все это просто все это легко да не так все это легко если так то в общем то разобраться так что оно какое Продолжение следует...